так смотрите показываю вам мой прикид я просто поехала сейчас по диван и вот такие юбки они сейчас на распродаже они всего по 2 900 рублей поэтому от ски до xl есть это то михел фигер такая поиск широкий у нее кило пасеки сзади смотрится на трикотажные состав напишу на видео и вот так вот очень классно с рубашечкой с какой-то белой вообще потрясающе будет и вот с таким жилетом у нас прохладненько одела красиво так жарко дома скинки кофточками различными слушайте машину мыло час наверное вся употела это просто ужас она в таком состоянии была вся в песке потому что мы же сюда и тем ну на которых плавать-то не скейтборда как-то по-другому их называют мы же сюда складывали после пляжа всю эту одежду кошмар кто-то мне пролил сзади кофе все коврики с обеих сторон запачканы под коврики все это забежало я предполагаю кто это видимо неля и терва да терва в общем так слегка оттерва и это надо еще там конечно мыть я вчера ее помыла снаружи на один раз сейчас поеду еще на второй раз ее мыть вот кто постоянно на пляж ездить с детьми там собаками боже это же какой уход нужен за машиной та же собака прыгает особенно огромная все это у нее все вапы в песке в грязи там я не представляю и когда у меня спрашивают а что вы собачку не заведете а почему у вас огород такой некрасивый я все время вам отвечаю что рик нибудь ни за какими котами ходить собаками я постоянно уезжаю за огородом он сделал там где были кусты поливочные эти штучки автоматически поливает а то что я дополнительно уже посадила это нужно опять делать водную систему и он не сказал кто поливать будет я говорю я буду начать уехала на полтора месяца все завяла засадам нужен уход каждодневный поливать здесь в калифорнии все надо садить ухаживать кто у меня это будет делать никто рик работает затем зачем он несет ответственность он за этим следит а то что ему начинают уже навязывать ему это не надо он под этим не подписывался поэтому никому у меня будет не за котиком не за собачкой смотреть во время моих отъездов не за кустиками от которые я посадила не знаю отойдут нет поливаю каждый день но что-то я сомневаюсь что они отойдут все-таки почти полтора месяца они стояли то там без водички так что как-то так еле машину отмыл а боже сколько времени пошла еще сверху и ему все-таки какая классная машина ауди легкая маневренная чуть под нажал она летит экономная вот в этом путешествие поняла что на бензина тратит очень немного прям нарадоваться не могу и вообще конечно так вот смотрю блогеров каких-то там больших и ауди всех валят бмв всех валят ауди всех валят это все равно считается высокий класс машины и все таки что говорить немцы конечно молодцы это был у меня этот мустанг форд не было у меня такого кайфа шевроле было в россии два форда у меня было шевроле вот митсубиси было в россии праворукая какая классная машина японская так ездила у меня столько лет классно бензина я вообще не помню когда я заправляла но в россии расстояние же другие не как в америке тут час туда есть час обратно самое минимальное но я так гоняю и вот у лены тойота была потом я села на и вот эту бмв и вот как-то мне почему-то хочется легкую машинку она тяжелая конечно мощь такая чувствуется хорошо скоростью набирает но вот это вот мне больше к душе мазда была у лены также нового и тогда тоже мне не нравилось и на все таки каждому свое вот как я скажу нет вы представляете ведь я всегда знаю что никогда нельзя ставить на крышу машины ничего не кофе не сумочку женскую ничего нельзя ставить потому что ты потом забудешь это взять сейчас чехол из-под вот этой вот штуки стряхивала от песка то думаю положу на крышу не забуду не забуду но сейчас приехала мыть ее сверху уже оттуда-то уехала где пылесосила ну чё такое а крышу закрыла думаю еще такое упала куда-то выхожу я этот чехол забыла же на крыше машина балда вообще вот все-таки когда тебя есть какое-то предчувствие не делай этого вот не делай когда уже знаешь что ты можешь хорошим не закончится проверено посмотрим там что с тем рестораном что же вот это все вынесли на улицу и там посидеть будет отлично вот рыбаки из неможденной работой которые работали здесь со дня основания добывали эту несчастную сорвину первые делали у меня есть об этом во всем видео по сто раз показывать неохота но и и в то же время проходишь и думаешь ну как не показать как не показать 3 также совершенно другого дизайна городов совершенно другой атмосферы вот с людой побывали и в мексике и в италии и в италии и в дании и от старой америки вонюченькой в такой сардинами знаете как пахнет дома также у них совершенно другой дизайн как в тех городах ну конечно стартов санта барбара все шикарные вот мы сейчас ехали внутри и там ну такие не очень были домишки какие-то задрипаны вот кармель и много таких интересных даже не на центральной улице внутри где туристы не по это здесь там мы не увидели ничего красивого только по побережью туда вот а в санта барбаре мне кажется там даже такие дома для простых жителей выдержаны в том же стиле очень красиво смотрится здесь только на побережье на воду можно смотреть бесконечно что столько тены всякой кто не знает здесь находится шикарный аквариум но говорят что лучший в америке может быть даже в мире не знаю правда нет эти собаки глаза какие она на меня так смотрела мне аж страшно стало пристально прямо в очки мне вглядывалась и глушона там не увидела в очках понравилось и и наверно мой любимый телекан летит не знаю видно не видно вот так раньше жили работники таких домиках но в принципе тут вот эти мотели в америке сейчас мало чем отличаются но и вот такого же все плана одноэтажные двухэтажные построечки просто эти домики но одна комната получается отдельно а мотели они вот так же по сути все соединены и вот крыша прямая просто понятно там вода кондиционеры все выстроено а по сути то ничего не поменялось точно так же люди живут вот в таких же домиках как и раньше просто благоустройство подведено не знаю почему но когда я сюда прихожу каждый раз мне почему так нравится вот это все смотреть каждый раз и каждый раз смотрю это думаю надо же вот так вот раковине эмболоне и что ли называют когда моллюсков оттуда вытаскивают остаются от эти большие раковины их вот использовали для еды что ли ветер вот ой ветер веер это если жарко то им отмахивались какая-то куртка вот дождевик пропитанная чем-то чтобы вода не промокала шляпа кровать ну вообще все обычно поспали и на работу туалеты не знаю где были готовить тут ничего нельзя было какая-то раковина слушайте так он раковина есть ничего себе ну это умыться чтобы вода наверно была не из водопровода приносная ну как у нас в деревнях также пить воду приносишь уносишь здесь для одного человека радио кстати он есть ну так то даже не сильно плохо там двухкомнатный получается номер ну